всем доброе утро всем привет мы начинаем новый влог у нас ранее утро мы проснулись то есть сегодня наконец-то прошла более-менее хорошо мы три раза три просыпался где-то наверное пол первого там часа в 3-5 утра и окончательно уже 8 потому что до этого он всю неделю просыпался до трех утра каждый час бывало даже полчаса то есть до трех утра вставала раз пять шесть это все из-за жары я так думаю потому что был ночь прохладный и он нормально поспал и мы тоже принципе нормально спали вентилятор уже включать не надо было вот так что я буду сейчас завтракать готовить свой любимый кофеечек вот ну и вам тоже приятного аппетита что в и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Познак качества Потом есть вот такая книжечка с инструкцией как ее правильно собирать и расправлять Все показано, рассказано У нее значит вот гавочки идут то есть сам ствол вот так вот обмотано мишурой и дальше идут ветки И они все литые, то есть прям в ветке идут вот сами вот эти вот иголочки. Они чуть ли не до конца, потому что другие, если смотреть даже за эту стоимость, то здесь уже идет проволока. То есть даже уже не здесь, а где-то на середине идет проволока. А на некоторых идут, где вместо проволоки, просто вот такая вот вмешура. А здесь еще, смотрите, насколько качественно замотан. Мне прям безумно понравился цвет, реально обалденный. Прямо такие вот иголочки классные. Вот, 190 сантиметров для нашей квартиры вообще идеальный размер. У нас высота потолков 2,30. Везде, да, где-то может 2,32. Вот, и я сначала, мы думали, может быть 2,100, но нет, 2,100 было бы перебор. Она бы прям упиралась почти в потолок. Ну, плюс потому, что еще подставка имеет сколько-то сантиметров. Вот, поэтому, если у кого-то тоже невысокие потолки, как у нас, где-то 2,30, да, 2,20, то лучше берите высоту елки метра 90, не больше. Потому что на фоне общего вида вот квартиры елка такого размера идеально смотрится, гармонично. То есть не перебор, прям очень хорошо. Вот, она не супер пышная. У нее, по-моему, диаметр нижней части где-то 114 сантиметров. Тут, наверное, не напи... А, вот, написано что-то, или твоя упаковка. В общем, я где-то читала, что 114 сантиметра диаметра упаковки. Ой, у этого нижнего яруса. Вот, потому что она прям такая не очень пышненькая и не худенькая. Прям нормально, отлично будет смотреться. Потому что мы думаем, либо ее вот в этот угол ставить, ну, конечно, диван двигать в эту сторону, либо я думаю поставить ее вот сюда. У нас между двумя окнами есть место. То есть можно, в принципе, вот сюда. Но это мы будем смотреть. Ой, я уже хочу Новый год. Уже хочу наряжать. Потому что я еще планирую купить, чтобы закрыть вот эту вот кристаллину. Есть специальная такая вот накладка в виде корзинки на основании елки. Тоже дорогущие они. Я вот хочу посмотреть, где подешевле, или скидку подождать. Может, когда будет, или еще где-то посмотреть. Ну, потому что они по 3 тысячи все стоят. Прям, конечно, что-то очень дорого. Даже с теми того, что сейчас не сезон. Вот, в общем, я довольна, я рада. Наконец-то есть елка. Еще, думаю, Матвей будет уже полтора года почти. Хотелось ему создать настроение, как бы праздничное настроение. Вот это вот, чтобы он видел елочку. Потому что будет его первый такой вот осознанный Новый год. Вот что мы будем наряжать. Он вот увидит подарочки. Какую-то, знаете, уже ему заложить ассоциацию. Я думаю, что вот елка, это Новый год, это праздник. В общем, класс. Еще сейчас посматриваю гирлянду. Уже есть один вариант, который я бы хотела купить. Тоже уже в корзину кинула. В общем, всеми этими делами обо всем вам буду рассказывать. Уже ближе к Новому году, ближе к тому времени, когда мы будем заниматься украшением дома. К Новому году, в общем, будет тоже очень интересно. Вот. Так что вроде все, что хотела про елку, рассказала. Если кто думает, какую брать, на что обращать внимание. В общем, советую вот этот вот бренд. Вот. Полностью литую елку. Там еще есть другая модель елки. Это забыла. В общем, забейте, посмотрите. Может быть, сейчас даже еще по скидкам какие-то есть. Вот. По размеру тоже сказала. Потому что, смотрите, да. Вот метр восемьдесят будет уже не то. Вот. Смотрите, что метр девяносто, два сто, два двадцать. Это уже очень высокие елки. Мне кажется, их лучше в свой дом поставить. А для вот обычных небольших квартир, вот прям метр девяносто будет прям вот замечательно, я думаю. Так что, такие вот у нас дела. Сейчас хочу замочить вещи Матвея. У меня вот, смотрите, вот такие вот у него штаны. Прясные, да. И здесь вот у него вот этот боди. Вот это порща следом. Почему я сейчас делаю акцент на это? Потому что, в общем, я заказала новое средство. Изиклин называется. Ну, такие блогеры рекламируют. Солият. И говорят, ой, какой классный. Лучше, чем бренд фри. Это не от рекламы. Не подумайте. Я просто решила проверить. Реально, такое оно хорошее. Как о нем говорят. Потому что вот твое любимое, вот этот оксиген. Он классный, да. Но он иногда не справляется с прям супер какими-то грязными пятнами. Ну, например, вот уже застарелый, да. Бывает, вот застоится у Матвея какой-нибудь прозит, да, с пятном. Но он навсегда его прям хорошо так отстирывает. Я, в общем, купила этот клейм. Я его пересыпала вот сюда. У меня упаковка не сохранилась. То есть, кому интересно, на Валберсе, там на зоне, можно найти там синюю упаковку. Я пересыпала его сюда. И вот я его первый раз замочила. И что-то не поняла эффекта. Либо мало насыпала. Хотя, как обычно, вроде, сыплю. Как все вот эти вот, да, эти пятновыводители. Мои белые полотенца, которые становятся кипленно-белыми, да, после замачивания вот от оксигена, они не стали супер-белыми. Немножечко даже сереновали, какие-то сероватые. И не супер-хорошо, в общем, отбелились. Еще там тоже бодиумы. И как-то неудачно тоже отстирался. И в машинке, что я потом стирала. Вот, я решила дать второй шанс. Сейчас я побольше насыплю. Посмотрю, как вот это вот все отстирается. Вот. И скажу вообще вам, советую, стоит брать, не стоит брать. Ну, по цене и по количеству выигрывает оксиген. Вот, считаю, килограмм 200 за 300, да, рублей. И тот, там, 800 грамм, 350 рублей, что ли, я покупала. Нет, конечно, лучше. Вот. Ну, просто решила, думаю, попробую еще другой. Посмотрю, как работает. Ну, пока у меня вот на первом месте вот оксиген. По кислородным отбеливателям. Вот, он прямо мне очень нравится. Ну, сейчас еще раз попробуем. Уже вот на таких вот сильных загрязнениях. У меня уже считается, что штана, ну, сколько уже дня два. Ну, в общем, вчера он их поносил. Вот, ночью они полежали. И годи вот этот также. Ночь полежал. Сейчас все это зальем. Посмотрим, как сработает. Все, зальела. Смотрите, какая пена густая. Пенится, конечно, да, в два раза больше, чем вот оксиген. Не знаю, но я сейчас и засыпала прямо нормально. В общем, посмотрим. Вот, пока тут это все работает. Сейчас хочу помыть голову, потому что я не расчесываться. Думаю, все равно голову мыть. Такая растрепанная хожу. Вот. Еще они в комментариях спрашивают. У меня такие хорошие волосы. Типа, как я за ними ухаживаю? Ну, в чем секрет? А вообще, мою я голову. Вот я показывала уже вот эти вот средства. Валбер заказывала. У меня здесь шампунь-кондиционер и шампунь. Вот. Мне понравились волосы. Вот я помою. Я раньше выпрямляла. Сейчас я вот лету ничего не делаю. Они у меня высыхают, естественным путем. Просто расчесываю. И они гладкие такие, нормальные, прям классные. Я думаю, что так работает хорошо кондиционер. Вот. И я стала замечать, что волосы стали лучше выглядеть. И даже появился. Вот если увидите. Вот у меня вот новые волоски. Очень много. Я же пью коллаген. Я вам показывала. Купила коллаген банку. Вот. Уже почти скоро закончится. Вот. И мне кажется, от этого есть результат. Потому что у меня вообще в беременности у меня классные были волосы. Они не выпадали. Ну, это, наверное, у всех. Не выпадали. Такие прям густые, шелковистые. Думаю, боже мой. Пускай это останется навсегда. Ну, нет. После беременности, спустя месяца-два, они на вами как сыпаться, сыпаться, сыпаться. И в один момент я даже заметила, что у меня вот здесь вот какая-то как залысина начала появляться. А сейчас, вон, новые волосы отросли. И с этой стороны тоже. И много вообще вот там пушок-пушок. И я думаю, что... Ну, я витамины плюс пила тоже. Комплекс витаминов. Сейчас вот у меня закончился. И сейчас я вот только плю коллаген. Вот этот вот в таблетках. И думаю, закончится. Я вам расскажу окончательное свое мнение по вот этому коллагену. И думаю, потом заказать еще в порошке коллаген попить. Тоже там, ну, год заувь читала. Вот уже наготове он. Я думаю, это закончится. Закажу другой попью. Вот. Еще, думаю, надо заказать витамин Д3 попить. И кальций магний тоже хочу попить, заказать. В общем, витаминчиками запастись. Вот. А там, классно, ну, ухода никакого. Хотя можно масочки поделать еще. Но я чуть про них забываю. Вот. А так вот шампунь. Попите витамины. Коллаген попробуйте. Тоже попейте, девчонки. Вот. Ну, а так вот, если у кого прям длинные волосы такие, чтобы они выглядели более ухоженные. Я говорю, классный лайфхак. Заплетайте на ночь косы, голоски. И будет вам пауэффект на два дня так точно. Пышные, красивые. Любые прически с ними делать. Так что вот, вам пойду ботиколубу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА